Аминокислоты при тренировках Каждый человек, даже отдаленно знакомый со спортом, слышал об аминокислотах. Многими они воспринимаются как таблетки для силы и выносливости. Давайте разберемся, для чего на самом деле аминокислоты нужны спортсменам. Когда белок попадает в организм, он распадается на аминокислоты. Они, в свою очередь, образуют недостающие организму белки, пищевые ферменты и гормоны. Любое заболевание – результат нехватки этих питательных веществ. И именно, аминокислоты снабжают тело всем необходимым. Весь этот сложный процесс ученые называют биосинтез белка. Человек должен каждый день получать различные аминокислоты. Для этого ему необходимо правильно и разнообразно питаться и принимать БАДы – биологические активные добавки. Из-за нехватки в организме аминокислот человек начинает плохо спать. Ему становится сложно концентрироваться, пропадает сексуальное влечение, хуже заживают раны, настроение падает. Кроме того, аминокислоты влияют на состояние кожи, волос и костей. Существует целая группа аминокислот, которые организм человека не может выработать самостоятельно. Однако, они необходимы для правильной работы всех наших систем. Такая группа называется незаменимые аминокислоты. К ним относятся фенилаланин, обеспечивает хорошее самочувствие, имеет более утоляющий эффект. Аминокислоты БЦА – валин, изолейцин, лейцин. Эти аминокислоты не дают белку в мышцах разрушаться во время занятий спортом. Они стимулируют рост мышц и помогают организму быстрее восстанавливаться после нагрузок. Трианин. Без этой аминокислоты невозможен процесс построения мышечной ткани. Триптофан. Эта аминокислота делает сон крепче и подавляет боль. Митианин. Способствует сжиганию жира, выводит из организма токсины. Лизин. Помогает мышцам быстрее восстанавливаться после физических нагрузок. Лейцин. Так же как и лизин, участвует в процессе восстановления мышечной ткани. Есть также группа аминокислот, которые организм может выработать сам, но в очень маленьких количествах. Их запасы нужно постоянно пополнять. Особенно людям, которые занимаются спортом. Это такие аминокислоты как Аргинин. Улучшает обращение крови, укрепляет иммунитет, помогает организму избавляться от лишнего шира. Тирозин. Когда мышцы не готовы к нагрузкам, тирозин включает в работу и повышает работоспособность и скорость восстановления наших мышц. Глютамин. Эта аминокислота содержится в большом количестве в мышцах. Он способствует быстрому восстановлению мышечных волокон. Кроме того, глютамин отвечает за эластичность кожи. С возрастом организм теряет способность вырабатывать эту аминокислоту. Пролин. Помогает заживлять раны. Цистин. Формирует коллаген. Делает связки и сухожилия эластичными в тканях. Улучшает эластичность связок и сухожилий. Если вы хотите набрать мышечную массу, вам нужно принимать аминокислоты перед тренировкой и после нее. Иногда нужно принимать утром. В остальное время нужно использовать протеин. Если вы хотите похудеть, вам нужно принимать аминокислоты как можно чаще. Утром, между приемами пищи, до тренировки, а также и после. Ваша задача притупить чувство голода. Кстати, правильно выстроенный рацион способен полностью покрыть потребность человека в аминокислотах. Принимать их дополнительно необходимо обычно только профессиональным спортсменам. Препараты, содержащие аминокислоты, выпускаются в виде таблеток, капсул, гелий, растворов. В редких случаях переизбыток некоторых аминокислот может вызвать побочные эффекты. Большое количество аминокислот, BCAA, может никотином сказаться на работе почек. Глицин вызывает сонливость, а глютамин, напротив, чрезмерное перевозбуждение. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok